Вот смотрите, друзья, Украина заявляет в лице самого Зеленского, что мы должны освободить Приднестровье от российских оккупантов, от совка вот этого долбанного и тому подобное. Чтобы Приднестровцам, заметьте, молдаванам, которым наплевать вообще на все, нету гордости, нету достоинства, гидности, ничего. Украина за всех все должна освобождать. Ну ладно. А потом, оп, а давайте мы вместо Приднестровья освободим лучше Беларусь. А потом опять туда, опять сюда, то есть, а наступуще нема. То есть, всех освободили, а сами еще не наступили, освобождая свои земли. Что бы это значило? Да это значило то, что так устроен мозжечок примитивный, недуховный, человеческий, что то общество, которое уже живет как сыр в масле, в демократии, в развитости, в зажиточности. Там, где человек 18 лет, он должен получить права. Каждое село, каждая деревня в Польше, родственники приходят и гельте-гельте, злотые-злотные, и собирают ему 2000-2100 на то, чтобы он 500 или 600 евро, чтобы он получил права. И все. Он обязан быть, ну, зажиточным более-менее. Естественно, аж ему не дают, чтобы он просрал все это и прогулял. В этой всей парадигме живет Запад. Ему нафиг не нужны никакие Приднестровья, никакие российские вот эти забулдыганные территории, совком, воровским менталитетом, которые скажет и Молдова потом скажет, Приднестровская, и белорусцы скажут потом, если к ним при дьявол, давайте, блядь, давайте вы тоже работайте, давайте, блядь. Они скажут, да мы вас не просили нас освобождать. Вот так и в Библии везде все, блядь, что Бог их освободил. А они взяли, наплевали на Бога, уже будучи освобожденными. А мы тебя не просили освобождать, сейчас мы построим себе эти молитвенные идолам домы, всякие хрени, дощечки, будем на зло тебе, Бог, поклоняться дощечкам. Бог, ну нифига себе. Вот так вот. И начал переучивать, переучивать. Вот так и все, всем всегда так. Потому что создал Бог человека ни насекомым, ни инстинктов, руководствования душой, духовностью, интеллектом. А откуда оно все это возьмется? Когда оно все пробуханное? Когда он живет по инстинктам воровским, по законам, по вот этим понятиям всем воровским, там где ранг высшости, расы считается воровское, блин, вот это нерестиловое. А это все кириллоязычные, кириллисоязычные населения. Так что, короче, нужно освобождать всех и всея. Ну не так освободить, чтобы освободил, блин, их за уши протянул, как вот это быдловатую, это гребаную. Блин, не хочется уже ругаться, блин. Притарабанили в Германию. А оно вот тут в Германии срёт своей некультурой. Засирает нацию украинскую своим примитивизмом, тупостью, бухаловским своим воровством, агрессией своей от этой примитивной инстинктами, быдляцкими рогатыми. Тьфу, нахер. Короче, освобождать нужно всех, всея, потому что не войдя на рашку, будь то через корпус швидкого реагования, свободы России, националистов российских, русских, как хотите уже называть, уже надоело. Они хотят принести, привнести на Россию своё исконное, то, что они там Московия, где-то Уралия и тому подобное, своё исконное российское, русское, национальное достояние, которого не было никогда, которое приходит только сейчас, благодаря Украине и через Украину. Естественно, оно же не благодаря Вате сраной. Так вот, людей нужно подготовить. Вот как говорил Яковенко, через всю вот эту водянистость, очень умную вещь сказал, что в воздухе, как бы, в интеллекте, в мозгу, в чаяниях, в общем порыве коллективизма, вот этого должен витать, должен появиться и быть во всеуслышание между собой, как в стае, не в стаде, дух власти свободы. Это долгое растяжимое понятие свобода, потому что придут олигархи, как в Украине, опять быдлу опустят, опять начнут петь вышиватники сладкие, вкладывать им в уши вышиватные рассказки через песенки, патриотизм, вот такой патриотизм. А сами воровать, обворовывать этих вышиватников, они за ними гурьбой, будут идти, как за дударем, но дальше бесплатного супа они никуда не дойдут, потому что они тупые, они быдляцкие, они воровской закваски, совковые люди, никчемные ни на что. они не сдатные. Поэтому ими вот эти воры, олигархи и руководили, руководить будут. Вот поэтому Зеленский, условно говоря, Украина, должны подготавливать то западное сообщество, которому про пофигу. То есть оно не алогично вообще, так как оно делает из мужчины трансвестита, а из женщины то же самое, так оно алогично в геополитике. Оно не понимает, что придется влазить в этот багно этих тупых, никчемных, неблагодарных людишек, биомассы постсовковую и переначивать их, перевоспитывать, как древние тефтонские рыцари перевоспитывали, охристианивали дичью вот это значит языческое джентайлс, пейганс, хайденс. Никуда не поденется. Или это быдло с войной придет к ним в образованное, цивилизованное, богатое сообщество, спалит все, ограбит, пробухает, просрет и опять вернется в свои норы, в своей вот этой чаморочной, опущенной рабской жизни, вечно бухой, тупой. Так что а к этому нужно подготавливать зажиточных и тех, которые влачат жалкое геополитическое духовное и тому подобное, спиричуал существование. Всех нужно подготавливать, а не то, что придет Украина своей кровью и освободить да всем, а они скажут, да мы не хотели, чтобы нас освобождали, а что теперь мы должны быть правильные, честные и тому подобное. Как пиво взял только, что араб на кассе сидит и говорит мне злотый, сори, евро пятнадцать. Какой евро пятнадцать? Там написано восемьдесят девять центов. Ну это он акций. Хоп-хоп перепробил, а ну да, все выдал, говорю окей, генал, теперь все пасует. Вот такие, вот такое оно все здесь принерестилось и ворует, подворовывает вот таких злачных местечках, там где все на доверие. Вот так вот с геополитикой всей. Так что еще раз говорю, Бог не для того сделал наши терены христианскими, чтобы никчемное, неблагодарное Богу за его творение самих себя плевали и неблагодарно устраивали посмешище из себя, из творений божьих. Посмешище, когда сатана будет смеяться над Богом творцом всего и всея. Что, ну шо ж ты, сотворил? А теперь посмотри на этих людишек, чамарашек, что они вытворяют. Они же совсем не по Библии, не по пустулатам Библии дела творят твои, а твоего же даже имени, как попы московские творят. Это же смешно, то есть вот Бог этого не может допустить, а физически то он дал людям законы бытия, ну закон Ньютона и тому подобное. Поэтому физически маленькая Грузия, воровская, барсеточная, бывшая шаварнадзе и тому подобное не способна была не то, что там освободить Россию, а себя защитить, покуда бушевские эсминцы не подошли. Чечня еще и тем паче и вот Украина, а и Беларусь тем паче тоже присовкованная, Приднестровье тоже тем паче. И вот Украине хошь не хошь, как-то не крути, а физически только Украина может с национальной гордостью, достоинством дать отпор заразе сатанинской, путиновской, которая ввела по всей территории данной богом не спизженной россиянами, а данной богом там, Московия, там, еще ресурсные какие-то территории, чтобы они христианизировали дальше, там, на север, якутов и тому подобное. А они наплевали даже на свое христианство. И теперь как? Не покаявшись, а покаяться как? Это что? Путин будет в Кремле сидеть, да, а они покаяны, ну как, это нелогично. Значит, кто-то должен войти на эти территории, чтобы всю нечисть с этих территорий вынести, вынести нахрен, чтобы там установить нормальные человеческие живительные законы для божьих уст, для божьих глаз, для одобрения божьего, божьего. А это может сделать физически только вооруженная группа людей, такими, которые являются украинцы. Вот от них зависит жизнь Европы и всей России, Приднестровья, Белоруссии. И если эти чмыри вонючие, халявщики не будут помогать, то они в веки веков будут носить звание чмырей, вонючих гнид, паршивых, пархатых и тому подобное, можно по фенечке до вечера перечислять. Но иншульдегон напоследок, как Украина может освободить Европу, Россию, весь мир от заразы постсовковой, в которой она сама пребывала, когда она, Украина, не может до сих пор на полтора года войны кровавейшей освободить себя от борожья Кличковского, от борых, Кличка, от бухарей, которые засели в бомбоубежищах и не пускают туда. И из-за того, что не пускают, люди погибают. Украинцы, их родные, матеря, дети, сестры, бойцы которых сражаются на передке. Из-за барых, Кличка, они сейчас погибают, не дойдя до бомбоубежища. Как с этим быть? Как в древние времена в Германии всю эту гадость наказывали, на площадях вешали и обкидывали гнилыми помидорами. И они там корчились, блядь, покуда они в ад не попадали. А тут что? Снимут кого-то перевыборы, одна барыга перевыберет другую барыгу? Нет, так дело не пойдет в Украине. Мы хотели вешать в украине снова